с вами николай пименко в проекте дата сегодня 3 июля день гаи россии день гибдд мвд российской федерации сейчас поясню почему и так и так 3 июля в 1936 году сам нарком ссср утвердил основные задачи госавтоинспекции борьба с аварийностью разработка технических норм эксплуатации транспорта и его учет контроль подготовки и воспитания шоферов до создания гаи регулированием движения занималась милиция к 1940 году гаи систематизировала и свела в один документ так называемые правила дорожного движения был разработан единый для всей страны образец водительского удостоверения правила учета и технического осмотра транспортных средств конце 60-х начале 70-х появляются подразделения дорожно-патрульной службы регистрация транспортных средств техосмотра организации движения экзаменационных действий для приема экзаменов у водителей основной функции гаи по-прежнему декларируется борьба с аварийностью в 1998 году госавтоинспекция переименована в государственную инспекцию безопасности дорожного движения что по мнению инициаторов точнее отражает суть деятельности инспекции и позволяет оставить в прошлом и в целом негативное отношение населения к ней однако название и гибдд и гаи стали равнозначными и к сожалению негативное отношение тоже до конца не исчезла хотя все мы прекрасно понимаем в любой профессии есть отличники и двоечники так что отличников с праздником день образования республики алтай в этот день в 1991 году был принят закон рсфср о преобразовании гор на алтайской автономной области в республику которая входит в состав российской федерации также сегодня день республики хакасия девяносто первом году хакасская республика утратила статус автономной стала самостоятельной в составе рсфср ну и сегодня день независимости наших соседей и близких родственников республики беларусь или просто день республики у родившихся 3 июля 1461 год рождается французский король людовик одиннадцатый король дипломат один из родоначальников современного дипломатического искусства он был один из самых образованных людей своего времени помогал наукам и искусством реорганизовал медицинский факультет в парижском университете основал типографию в сорбоне и вообще способствовал распространению книга печатания конечно же при этом поощряя торговлю и промышленность говорят что франция обязана ему организации почтовой службы метрофан пятницкий родился в 1864 году собиратель и исполнитель русских песен основатель русского народного хора все началось в 1910 году когда пятницкий встретил 70-летнюю крестьянку аринушку колобаеву которая обладала великолепным голосом и знала огромное количество песен женщина выступала с двумя дочерями и внучкой постепенно набрались и другие певцы в результате был создан хор из певцов воронежской и рязанской областей через год хор пятницкого впервые выступает москве в зале благородного собрания в 1883 году рождается франц кавка немецкий писатель австрийский чиновник кавка вошел в нашу жизнь как писатель который сумел создать потрясающий по своей глубине образ бюрократической машины которая управляет обществом мир его произведений абсурд реальность ночных кошмаров и как говорят некоторые нескончаемый судебный процесс день великий волшебник признавался он возможно он отвлекает от мрака внутреннего мира хорошо когда свет берет верх над человеком если бы не было этих страшных бессонных ночей я бы вообще не писал 1925 год день рождения анатолия эфроса как считают некоторые исследователи последнего из великих мастеров театрального колдовства выдающегося художника был главным режиссером московского театра имени ленинского комсомола московского драматического театра на малой бронны и московского театра драмы комедии на таганке вместо вынужденного эмигрировать и юрия любимого умер эфрос в 1987 году а в 1962 родился том круз американский киноактер режиссер продюсер трехкратный обладатель премии золотой глобус и трехкратный номинант на премию оскар вершина его актерского мастерства подавляющим большинством представителей кинопрессы считается работа в драме магнолия отмеченная множеством наград том круз амбидекстр и может выполнять двигательные действия правой и левой рукой с одинаковой скоростью у таких людей равномерно развиты оба полушария мозга они способны быстро и эффективно принимать решение может ему это помогает в его актерской карьере 1964 родился алексей серебряков актер театра и кино народный артист россии вокруг высказывания артиста часто возникают споры и скандалы события дня по сведениям некоторых историков именно 3 июля 1583 года царь иван грозный убил своего старшего сына ударив в припадке гнева наконечником посоха висок сын мол был не согласен с отцом в том как велись военные действия в ходе ливонской войны а грозный как известно противоречий мягко говоря не любил вот и не сдержался впрочем есть иная версия в ней фигурирует дама речь идет о третьей жене ивана царевича елене шереметовой в тот момент она находилась в интересном положении но к ней стал приставать тесть то есть сам государь сыну совсем это не понравилось и он в довольно резкой форме указал царю на его место за что и получил посохом висок бытовая версия конечно же страшнее но реальнее 1829 год в россии был впервые найден алмаз сейчас на долю страны приходится 22 процента мировой добычи необработанных алмазов причем 99 процентов российских алмазов добывается в якутии алмазы не только добывают промышленными методами и в промышленных масштабах научились выращивать их искусственно синтез во многих странах стал мощной отраслью промышленности 1996 год борис ельцин избран президентом российской федерации на второй срок пока единственный раз в российской истории для этого потребовались два тура ельцин по итогам 2 набирает 53,82 процента геннадий зюганов 40 и 31 сотую процента взрывной рост рейтинга действующего главы государства породил вопросы так русская служба bbc отмечала критики ельцина и его команды утверждают что те еще недавно придя к власти под лозунгами незамутненной демократии честной политики использовали на выборах административный ресурс а сми играли в одни ворота другие россияне полагают что на кону стояли свобода и реформа ну и последнее 1941 год впервые за годы своего правления сталин обращается к народу по радио через две недели после начала войны уже многое ясно но во первых что имеет место не чудовищных масштабов провокация со стороны гитлера как тогда думали многие но война на уничтожение эту войну нельзя считать войной обычной она является войной всего советского народа против немецко фашистских войск ну а далее следовал тезис который почему-то меньше всего цитирует особенно поклонники сталина вот он в этой освободительной войне против фашистских угнетателей мы не будем одиноки мы будем иметь верных союзников в лице народов европы и америки это будет единый фронт народов к тому времени британия и сша уже высказались однозначно в поддержку сср чего собственно говоря гитлер особо не ожидал возникли вполне реальные контуры будущей антигитлеровской коалиции ничего этого в первый день войны сталин сказать бы не мог а 3 июля это уже был вполне четкий сигнал союзникам и всему мировому сообществу наша война за свободу нашего отечества сольется с борьбой народов европы америки за их независимость и демократические свободы особенно важным стало то что начиналось обращение к советским гражданам с непривычных фантастических слов братья и сестры это помнят уже многие многие поколения и может быть даже вот это простое обращение тоже сыграла свою огромную роль с вами был николай пивненко в проекте дата